Всем привет! Друзья, сегодня мы смотрим на английском одну из новинок этого года, фильм Круэлла. Яркие сцены, шикарные актеры и много новых знаний для вашего английского. Вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom, меня зовут Ульяна, let's get started! Напомню, что сейчас мы с вами посмотрим фрагмент по частям, почерпнем для себя все самые полезные и важные моменты оттуда, и в самом конце, когда уже все-все выучим, мы посмотрим весь фрагмент сразу целиком, и вы сразу же почувствуете результат. И конечно же, в самом конце, как всегда, я подготовила для вас мини-тест на проверку ваших знаний, полученных из этого видео, поэтому обязательно досматривайте все до самого конца, ну а мы с вами начинаем смотреть фильм Круэлла. Что? That window display. I'm so sorry. I can explain that. You all right? Have a go. Sorry, Baroness. Get her. She's the vandal who messed up the whole window display. No. We're dealing with it. Easy, easy, easy. So she works here? Oh, no, no. She was fired. Yeah. We're trying to give these riches a chance, but breeding. Need I say more? Поставим здесь паузу. Очень, конечно, специфичное поведение у продавца в магазине. Давайте отмотаем назад и с самого начала. Baroness. Outside that window display. Встречает баронессу в магазине, говорит Baroness, здесь все просто, и она очень медленно отвечает ему. Outside that window display. Outside, что значит снаружи, на улице. По логике вещей inside это все, что внутри. Outside это на улице, снаружи. Kids love playing outside. Детки любят играть на улице. И далее она добавляет that window display, это оконная витрина. Window display очень часто используется вот так вместе, два слова приклеены друг к другу, когда вы говорите про оконные витрины в магазине. Идете по улице, и часто, наверное, вы видели, что можно рассмотреть товары через оконные витрины. Это и есть window display. Красивая оконная витрина поймала мой глаз, если дословно. Ну, грубо говоря, мой глаз зацепился за красивую оконную витрину. I'm so sorry, говорит продавец, мне очень жаль. I can't explain that. Я могу вам все объяснить. Здесь используется глагол explain, что-то объяснять. For example, right now I'm explaining these English rules to you. Прямо сейчас я объясняю вам некоторые английские правила. И далее мы видим будущую Круэллу, которая пока здесь такая замарашечка, она еще не превратилась в богиню. И она говорит Говорит он, извините баронесса, еще раз извиняется, и далее приказывает своим подчиненным get her, что значит взять ее. Вот эта вот фраза get her очень часто используется в боевиках, в триллерах, в каких-то экшенах, когда необходимо поймать преступника и говорят Get her, get him, get them, взять ее, взять его и так далее. И здесь тоже вот мы видим, как используется. Она та самая хулиганка, которая навела беспорядок на оконной витрине. Мы с этим разбираемся. Думаю, с существительным vandal все понятно, можно сразу догадаться, что оно означает. Также и в русском языке мы говорим вандал, либо варвар, либо хулиган. For example, we can say Группа вандалов орвалась в школу и нарисовала граффити на стенах. И далее он добавляет Mess up это фразовый глагол, что-то портить, либо наводить беспорядок. В целом легко запомнить благодаря слову mask, mess up, наводить беспорядок. Он все испортил, он навел везде беспорядок. И далее опять же используется window display, мы уже все знаем, что это такое. И последнее его выражение было Мы с этим разбираемся. Deal with это тоже такое устойчивое выражение, часто используется иметь с чем-то дело, разбираться с какой-то ситуацией. Не переживай, я с этим разберусь, я все улажу. I'll deal with it Easy, 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 говорит охранник, когда мы разбирали мультик Рапунцель на английском языке, ту же самую фразу говорила Рапунцель коню Максимусу Easy, 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 что значит спокойно, спокойно, не надо мельтешить, сядь, остановись, посиди. Вот тут то же самое мы услышали easy, easy, easy. Кстати, ребят, чтобы не пропустить все самые полезные, важные и классные выпуски разборов фильмов, мультфильмов и сериалов на английском языке на нашем канале, обязательно подписывайтесь на нас прямо сейчас и нажимайте на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых выпусках. И не забывайте, что мы представлены в таких соцсетях, как Instagram, Telegram и Facebook, где также выходит очень много полезных советов для изучающих английский язык, подписывайтесь на нас везде. Ну а мы с вами продолжаем разбор фильма Круэлла, и давайте посмотрим, что же он там еще сказал интересного. Говорит баронесса, то есть она здесь работает, это утвердительное предложение с использованием самого обыкновенного и простого времени present simple, потому что баронесса делает какое-то утверждение об общем факте о регулярном действии, то есть она думает, что она здесь работает на постоянной основе, и конечно же мы не забываем, что мы обязаны добавить окончание s, либо es к смысловому глаголу после he, she, it, so she works here, не допускайте распространенную ошибку, когда говорят so she works here, не теряем окончание и далее ее продавец успокаивает Да нет-нет, ее уволили, здесь используется глагол fire, fire это не только огонек, огонь, это также глагол увольнять, например, my boss fired me, мой босс меня уволил, но в данном случае используется пассивная конструкция passive voice, потому что Круэлла не сама себя уволила, а ее уволили, поэтому используется конструкция to be плюс третья форма глагола, так как здесь past simple, прошедшее время, мы используем форму глагола to be в виде was was, she was fired, окончание иди, это третья форма правильного глагола fire, fire, fired, fired, ее уволили Да, мы пытаемся давать этим оборванцам шанс, we are trying to give these wretches a chance, but breeding breeding, breeding это воспитание, образование, на самом деле у слова breeding есть множество разных переводов, как и у любого другого слова в английском языке, но в данном случае используется в значении воспитание, образование, и давайте посмотрим на его первую часть предложения We are trying to give these wretches a chance Wretch это существительное, какой-то оборванец, либо жалкий человек, никчемный человек, обратите внимание, что первая буква W не читается, это silent letter, будет ошибкой сказать We are trying to give these wretches a chance To give a chance, тоже такая фиксированная цельная фраза, давать кому-то шанс Please give me a chance, пожалуйста, дайте мне шанс И слово breeding мы с вами тоже уже разобрали, он намекает на то, что такое вот у нее воспитание, не умеет она себя хорошо вести Как я уже упоминала ранее, breeding также может переводиться как образование, допустим He received his breeding in Oxford Он получил свое образование в Оксфорде И давайте смотреть дальше Need I say more Спрашивает он, что означает, ну что тут еще добавить, воспитание такое, ничего я с ней поделать не могу Need I say more, очень фиксированный вопрос, часто используется в речи, когда вы считаете, что вы уже дали исчерпывающий ответ на какой-то вопрос И мол, что тут еще добавить, ну что, что мне еще сказать Need I say more, и далее она добавляет So she doesn't work here То есть она здесь все-таки не работает, это у нас снова предложение в Present Simple, но уже в отрицании Как видите, здесь добавляется вспомогательный глагол does и отрицательная частичка not Получается does not, либо как в сокращении здесь doesn't Пожалуйста, помните о том, когда дело касается отрицательных предложений, мы уже не будем добавлять окончания S, либо ES Не будем говорить Опять же, частая ошибка среди моих студентов, имейте это в виду И давайте посмотрим следующий отрывок Здесь делаем паузу, когда он сует ей визитку прямо в зубы, как она сама и попросила И давайте отмотаем назад, чтобы разобрать этот кусочек тоже После фразы баронессы То есть она здесь не работает, продавец подвигается к ней максимально близко и шепчет ей на ухо То есть я там что-то не убежден, хочет он ей сказать, но мы не успеваем дослушать его мысль, потому что она его перебивает И говорит Ты как бы сейчас прямо потеешь И я чувствую твой запах Sweat это глагол, именно потеть Допустим Многие люди потеют во время физических упражнений И так как это время present continuous, он потеет прямо здесь и сейчас во время разговора Здесь используется вспомогательный глагол to be и смысловой глагол с инговым окончанием В данном предложении мы видим модальный глагол can, который употребляется в своем прямом значении физического умения, физической возможности что-то сделать То есть я физически ощущаю, я физически могу почувствовать твой запах пота И он отвечает Очень странный ответ на такого рода выпад со стороны баронессы, когда она говорит Ты потеешь, а он говорит Понятно, что он перед ней просто лебезит, потому что она для него персона вот такого вот положения И brilliant это то же самое, что fantastic или beautiful Когда вы чем-то сильно восхищаетесь, можете дать такую реакцию Brilliant, мол, превосходно, спасибо, что вы мне сказали, что я тут потею И давайте дальше смотреть Обращается она к будущей Круэле Ты неряшливая девчонка Далее уже обращается к своему ассистенту Джеффри Джеффри, мол, дай ей визитку В данном случае это не какая-то просто карточка, а это именно рабочая визитка Очень такое хорошее прилагательное Не часто можно его встретить, но обязательно забирайте себе в словарный запас Неряшливый, неопрятный, грязный, допустим Он живет в неопрятной, в неряшливой маленькой квартирке Говорит ей Джеффри Ты нанята на работу, приходи по этому адресу в 5 часов утра Очень рано начинается рабочий день Не опаздывай Здесь используется глагол hire, что означает нанимать на работу Обратите внимание fire это увольнять, hire это нанимать на работу Такие два рифмующихся глагола, очень легко запомнить с моей точки зрения И опять же здесь используется пассивный залог Она не сама себя нанимает на работу, ее нанимают на работу Действие совершается над объектом Поэтому мы используем вспомогательный глагол to be И смысловой глагол в третьей форме Время настоящее, поэтому именно используем форму are Очень важно правильно ставить здесь ударение, потому что по-русски мы говорим адрес И многие допускают ошибку и говорят address Правильно, ударение на второй слог Очень простая фраза, часто используется, когда вы хотите сказать человеку Не опаздывай И далее она говорит Что значит давай мне в зубы, потому что руки-то ей связали, а карточку как-то нужно взять И кстати, если вы обратите внимание на ее артикуляционный аппарат, когда она говорит teeth Можно четко увидеть вот это правило произношения буквосочетания TH Когда мы обязаны высунуть язычок наружу, не просто teeth, а teeth Это английский язык, и так будет правильно Это был один отрезок из фильма И сейчас мы слегка перенесемся вперед И разберем еще один отрывок из него же Но перед тем, как мы приступим к нему, я предлагаю вам пройти небольшой мини-тест от EnglishDom Он не займет у вас много времени, буквально 3 минуты, если только вы не любите отвечать на вопросы философские А взамен за прохождение опроса вы получите возможность выиграть целых 10 онлайн уроков английского языка с преподавателем в EnglishDom Это ведь просто крутейшая возможность попрактиковать все свои знания, которые вы получаете во время наших разборов в фильмах и мультфильмах на английском языке Ссылку на этот мини-опрос вы найдете в описании к этому видео Переходите, проходите опрос и обязательно побеждайте Желаю вам удачи, ну а мы с вами переносимся к следующему отрывку из фильма, как я вам и обещала Субтитры сделал DimaTorzok 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 На уже знакомой нам фразе get her, взять ее, мы поставим паузу и мне кажется, это самые шикарные сцены из всего фильма Ну а мы с вами промотаем к началу Говорит ей её охранник Вы выглядите великолепно, вы выглядите потрясающе, баронесса Ravishing это прилагательное, великолепный, потрясающий, ведь можно сказать просто very beautiful, мол, ты очень красивая, а можно сказать вы выглядите великолепно, гораздо красивее звучит, богаче по вокабуляру, поэтому обязательно запоминайте, и вот именно часто используются вот так вот вместе Вы выглядите шикарно, баронесса, и далее она ему отвечает, конечно, очень приятно Вы просто мастер преуменьшения, как всегда, понятно, мастер в чём-то Understatement это существительное, что означает преуменьшение, либо занижение каких-то качеств, или сдержанное высказывание, То есть, она считает, что её охранник является мастером преуменьшения, as usual, как всегда, мол, я не просто ravishing выгляжу, а я выгляжу гораздо-гораздо лучше, гораздо круче, недостаточно ей было того, что он сказал You look ravishing, так что она ему ответила master of understatement Допустим, можно сказать Будет преуменьшением сказать, что этот мальчик умён, да он просто гений Поднимает она свой тост, и именно так говорят тосты на английском языке, что значит поднимем этот бокал за меня, этот тост за меня Или как потом вторит толпа За баронессу, либо если вы на свадьбе, можно сказать За счастливую пару, именно так поднимается бокал Спрашивает Круэлла, такая шикарная, пришла на праздник, огонёчку не найдется? A light в данном случае это не свет, не лампочки, а именно огонёчек, спичка Далее поджигает себя, и далее наша фраза Говорит баронесса, потому что действительно очень интересный такой пришел человек на бал И это был конец нашего отрывочка, давайте посмотрим начало их диалога Если мы разберем по частям, vaguely это наречие, что означает смутно, непонятно, отдаленно И далее familiar это прилагательное знакомый, но очень часто vaguely familiar используется Именно вот так вместе, как collocation, как готовое словосочетание, смутно знакомый Знаете, как иногда возникает ощущение, вот где-то я тебя видел, но не помню где И можно сказать Ты выглядишь как-то очень смутно мне знакомым I look stunning, говорит она, я выгляжу вообще-то просто шикарно I don't know about familiar, darling, добавляет она Не знаю насчет того, насколько выгляжу я знакомой But I look stunning И darling, это, мне кажется, такой маркер ее речи Она везде использует, когда обращается к людям Darling, дорогой И вернемся к слову stunning Это прилагательное I look stunning Я выгляжу шикарно В целом ravishing is stunning Можно поставить на одну полку Это все синонимы very beautiful, когда вы выглядите очень-очень красиво Допустим Your dress is stunning Твое платье просто великолепно И вот такая высокая самооценка у Круэллы Your hair, is it real? Like my ball? I like to make an impact Your hair, is it real? Спрашивает баронесса Твои волосы, они настоящие? И та отвечает Like my ball I like to make an impact Прямо как балл Балл черно-белый И она пришла с черно-белыми волосами I like to make an impact Что значит Мне нравится производить впечатление Но давайте все-таки вернемся к волосам, когда она спрашивает Your hair, is it real? Твои волосы настоящие? Пожалуйста, запомните, что в английском языке существительное hair, волосы, является неисчисляемым То есть в русском языке мы говорим Волосы, они мои, они черные В английском языке hair всегда выражается единственным числом Поэтому задается вопрос Is it real? Было бы ошибкой сказать Are they real? Как бы как по-русски А они настоящие? Но нет, правильно Is it real? Они настоящие И like my ball Здесь like используется для сопоставления двух объектов Мои волосы как балл черно-белый Make an impact Прекрасное выражение, которое чаще всего используется в значении производить какой-то эффект, иметь влияние Но здесь в фильме используется в таком косвенном значении производить впечатление I like to make an impact Спрашивает она, и как тебя зовут? Та недолго думает, говорит Круэлла Круэлла, и здесь мы впервые встречаем настоящую Круэллу И та отвечает Да это просто шикарно Еще одно прилагательное вам в копилку Сегодня просто такой выпуск богатый на прилагательные Теперь вы знаете fabulous, что значит тоже шикарно Вот это типа мол, у тебя шикарное имя Круэлла И далее еще добавляется В английском языке такие словечки называются Они помогают усилить значение прилагательного То есть не просто шикарно, а сильно шикарно И далее она смотрит на ее платье и говорит Ты сама придумала дизайн своего платья Design это глагол в английском языке Разрабатывать дизайн, либо модель какой-то одежды как в данном случае И обратите внимание, что у баронессы присутствует вопросительная интонация То есть мы понимаем, что это вопрос, но если посмотреть обособлено на предложение, мы видим, что оно построено как утверждение Здесь отсутствует вспомогательный глагол did в самом начале, мы не видим как по правилам академического английского, потому что здесь разговор на английский, и в разговорном английском такая фривольность допускается Обратите внимание на ответ, здесь используется краткий ответ на вопрос во времени past simple То есть она не полностью повторяет предложение Это слишком долго, это просто используется вспомогательный глагол did коллекция 1965 года, мол, это твое платье баронессы И та отвечает Ничего удивительного тогда в том, что оно мне понравилось, оно же мое Обращаем внимание на местоимение mine Это самостоятельная форма личного местоимения my Допустим, можно сказать This is my microphone или This microphone is mine То есть, когда после местоимения отсутствуют существительные, мы будем использовать вот такие самостоятельные формы It's mine, it is his, it is hers, it is theirs И сейчас будет самая последняя роковая фраза от Круэллы, и на этом мы закончим просмотр нашего отрывка Глагол fix вообще применяется в значении что-то чинить, ремонтировать, но в данном случае она имеет в виду то, что я перешила твое платье, имела наглость это сделать, мол, твой дизайн был не очень Я перешила твое платье Это были все английские полезности из фильма Круэлла, и теперь, когда мы разобрали все-все слова и словосочетания, как я обещала, давайте посмотрим весь фрагмент целиком, и уверена, вы получите настоящий кайф от просмотра и понимания абсолютно каждой детали Я не знаю, что она работает здесь? О, нет, она была фрагментом, да. Я пытаюсь дать эти ретки, но... ...бредить... ...надо мне сказать больше? О, нет, она не работает здесь? Я не знаю, я не знаю, что я знаю, что... Вы светите, и я слышу тебя. Бриллиант, спасибо. Вы... ...грубый галл? Да. Готово. Гарри. Гарри. Вы, это вопрос. 5 м. Не лит. Гарри. 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 Вы любите прависую, Баранас. Участливая. Участливая. Гарри. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что, как вам второй просмотр? Надеюсь, вы получили максимальное удовольствие И, как всегда, конечно же, будет у нас сейчас мини-тест На проверку ваших знаний Вопрос номер один Вопрос номер два Какой вспомогательный глагол используется во времени past simple? Вариант A И, наконец, третий вопрос Ну что, друзья, это был весь разбор на сегодня Если вам понравилось это видео Обязательно поддержите его лайком Нам очень важно знать, что вам все понравилось Кроме того, напишите в комментариях Как я вас уже просила ранее Смотрели ли вы фильм Круэлла Возможно, у вас есть какой-то любимый отрывок Или фрагмент из этого фильма Нам будет очень интересно почитать А еще обязательно поделитесь в комментариях Разбор какого фильма Мультфильма или сериала на английском языке Вы бы хотели сделать на нашем канале Мы всегда читаем ваши комментарии И забираем все ваши идеи в нашу копилочку Также не забывайте, что вы можете потренировать Все слова, полученные из этого видео С помощью нашего онлайн-тренажера И самое главное, что вы можете это делать с телефона С помощью нашего приложения Безумно удобно и эффективно Для обогащения словарного запаса Ну а если вы решили основательно выучить английский То обязательно проходите наш мини-опрос Ссылку на который вы увидите в описании к этому видео И напоминаю вам, что после опроса Вы автоматически становитесь участником розыгрыша Десяти онлайн-уроков английского языка в EnglishDom Это просто невероятная возможность Обязательно переходите по ссылке Проходите опрос И пусть удача улыбнется именно вам Ну и конечно же помните, что вы можете воспользоваться Уникальной возможностью Записаться на онлайн-урок с преподавателем по Skype В EnglishDom Целый час вы будете практиковать английский И максимально прокачивать все свои English skills Все, что вам нужно сделать Это просто нажать на кнопку, которую вы видите сейчас на экране И записаться на свой первый онлайн-урок Который, кстати, абсолютно бесплатный А я прощаюсь с вами, до скорой встречи Всем пока!